Привет всем! Меня зовут Алексей Мартынов и это передача Ставропольского государственного аграрного университета студент АУ. Аграрный университет это территория творчества и наши первокурсники смогли почувствовать это в полной мере и еще проявить себя в ежегодном конкурсе молодые таланты. В течение трех месяцев первокурсники аграрного готовились к конкурсу молодые таланты. Сперва прошли отборочные туры на факультетах, а затем лучшие номера вошли в концерт-фестиваля. На сцене 787 человек, а это каждый второй первокурсник. Танцами, песнями, акробатическими этюдами, а еще молодым задором радовали ребята зрителей. А в зале в этот вечер был полный аншлаг. Во дворец культуры пришли и студенты аграрного, и руководство вуза, и высокие гости. В восторге остались все. И зрители, и сами артисты. Готовились мы долго и упорно, и в итоге мы не пожалели, потому что эмоции самые приятные, самые замечательные. Перед сценой, когда выходить волнуешься, но потом наступает кураж, и уже не остановить, и мы были очень счастливы. Это круто, выходить на сцену, видеть чистые глаза многих людей. Спасибо этому аграрному университету, что помог нам раскрыть свои таланты. На сцену в этот день вышли не только первокурсники. Стам, самым активным студентам за большие заслуги в учебе и общественной жизни, были вручены медали «Слава и гордость университета». А 11 человек получили приказы о переводе с коммерческой формы обучения на бюджетную. Но подарки на этом не закончились. Завершая концерт, ректор университета Владимир Иванович Трухачев объявил, что все участники получат дополнительную стипендию, а факультеты и Центр эстетического воспитания студентов, денежные средства на новые костюмы и реализацию новых творческих проектов. Такое стимулирование молодых дарований давно стало политикой ВУЗа. Надо не жадничать, надо внебюджетные деньги тратить на студента, надо отдавать студенту, надо поощрять молодых людей, надо их видеть. Постоянное внимание к творчеству приносит свои плоды. Студенты Аграрного постоянно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. А за день до гала-концерта конкурса «Молодые таланты» на сцене и в зале Дворца культуры были тоже студенты Аграрного. В финале Лиги ГВН «Кавказ» выступала и наша сборная «45-я параллель». В финал Лиги в этом году прошли семь команд. Всем им предстояло выступить в трех конкурсах. Остроумные шутки, зрелищные постановочные номера. К финалу КВНщики Аграрного подготовились по полной программе. Мы к финалу одеты по-новому, мы красивые, у нас 700 человек в зале, у нас все было. Спасибо большое руководству, спасибо зрителям, спасибо Аграрному университету. С замиранием сердца следили многочисленные болельщики команды «45-я параллель» за оценками жюри после каждого конкурса. И в итоге наша команда завоевала титул вице-чемпиона в Лиге «Кавказ», а также уважение зала, жюри и редактора в Лиге. Команда с сильным духом, потому что все это время она находилась на отстающих позициях. И вот в последнем конкурсе вырвалась, а так вырвалась, что остальные команды стали нервничать. Наша игра, она тоже примерно так напоминала гору. Сначала все резко стартануло вверх, где-то там на биатлоне набрали мы высоту, и потом в домашке мы понеслись прямо под откос. Искрометные, талантливые, но вот ребята из «45-я параллели» наиболее ровно выступали. У них было ровное выступление в приветствии, у них было... Такое ровное, скажем, выступление тоже хорошее в биатлоне, и в домашке они тоже не упали. Кавенщики из Аграрного признаются, что горячая поддержка зала – одна из слагаемых их успехов. Самое сложное, как сказала жюри, было соответствовать нашему зрителю, потому что огромная поддержка была, очень крутая, мощная. И хотелось, естественно, нашего зрителя не подводить. Это было самое сложное. Быть на уровне, да. Сейчас ребята уже начали подготовку к фестивалю в Сочи. Кстати, средства на поездку туда уже выделены руководством вуза. Именно по результатам сочинского фестиваля и определиться, в какой лиге будут играть наши КВНщики в следующем году. Если вы хотите учиться в Ставропольском государственном аграрном университете, но пока не определились со специальностью, предлагаем посмотреть рубрику «Компас профессий». Ее ведущая Александра Бакалюк каждую неделю помогает зрителям познакомиться с нашими факультетами, студентами и выпускниками. На этой неделе она решила узнать все об учетно-финансовом факультете. Привет! Сегодня с профессией финансиста меня будет знакомить студентка четвертого курса Екатерина Войтышева. Кать, привет! Расскажи, что у вас здесь такое интересное. Привет, Саш! У нас на факультете проходит выставка бумажных денежных знаков стран мира. А хочешь, я тебе расскажу и покажу, как можно приумножить и сохранить свои собственные денежные средства? Конечно! Ну тогда пойдем! Пойдем! На учетно-финансовом факультете будущие финансисты учатся не только в обычных аудиториях, но и в уникальных учебно-практических лабораториях. Первой, которую мы посетили, стала биржа. В ней студентов учат, как грамотно распоряжаться и управлять деньгами. Саша, это учебный терминал. Здесь мы можем в реальном времени совершать биржевые сделки. На счету, на нашем брокерском счету, мы можем с тобой видеть, что есть настоящие деньги. Это 2371 рубль. Также мы увидим всю обстановку на рынке ценных бумаг. Если ты хочешь, можем приобрести ценные бумаги какой-нибудь компании. Давай попробуем. Я советую выбрать ценные бумаги Сбербанка. В настоящий момент они наиболее ликвидны. Работая за торговыми терминалами, студенты непосредственно принимают участие в торгах. Но если саму сделку заключить легко, то зарабатывать на бирже нужно учиться. И здесь для этого есть все условия. Света, расскажи, пожалуйста, что это за лаборатория и чем вы здесь занимаетесь? Мы находимся в учебно-практической лаборатории «Страховой магазин», в котором мы получаем практические навыки продаж страховых продуктов, а также работать с клиентами. С февраля месяца этого года на базе нашего университета совместно с компанией «Росгустрах» действует студенческое страховое агентство, где мы уже сегодня применяем свои навыки, полученные в данной лаборатории. И ваша работа оплачивается? Да, действительно, мы получаем процент из продаж. Здесь я смогла заработать свои первые деньги. В этой лаборатории студенты получают настоящий опыт работы в страховом бизнесе, а еще приобретают столь важное умение не только оценить вероятность и размеры возможного ущерба, но и принять решение о снижении риска для бизнеса. В следующей лаборатории мини-банка обучение максимально приближено и имитирует бизнес-процессы и документы оборот в коммерческом банке охватывает все его функции. Мини-банк предназначен для подготовки специалистов кредитно-финансовой сферы, не имеет аналогов, позволяет выпускникам адаптироваться через погружение в бизнес-среду коммерческого банка. Результат – это повышение уровня трудоустройства наших выпускников до 90%. Чтобы добиться успеха в большом бизнесе, будущие финансисты должны уметь работать на международном уровне. А это невозможно без отличного знания иностранных языков. Сейчас в лаборатории мини-банк проходит деловая игра. Все участники общаются строго на английском. И помимо языковой практики, знакомятся и с основами международных переговоров. Здесь достигнуто согласие и стороны готовы к заключению договора. Студентов учетно-финансового факультета всегда рады встретить в Северо-Кавказском банке Сбербанка России. Он является стратегическим партнером Аграрного университета. Здесь, в Центре развития бизнеса Сбербанка, студенты проходят различные тренинги и узнают о разных банковских продуктах. Посещение таких семинаров очень важно для построения карьеры. Это очень хорошие в дальнейшем наши кадры. Мы знаем, что мы растим, мы можем за время проведения семинаров присмотреться к студентам. И уже не секрет выбрать тех студентов, которые показывают наиболее яркие результаты, но своего рода звездочки. 90% от всех студентов, прошедших здесь практику, стали его сотрудниками. В целом, каждый девятый работник Сбербанка окончил Ставропольский государственный аграрный университет. А многие из выпускников вуза занимают руководящие позиции в банке. Успеха в карьере наши выпускники добиваются и в других финансовых организациях. Например, Жанна Удовиченко всего за несколько лет после окончания университета вошла в топ-менеджмент финансовой группы БКС. Как и многие ее одногруппники, родной вуз она вспоминает с благодарностью. Безусловно, очень помог преподавательский состав аграрного университета, потому что такие преподаватели играют огромную роль. Они очень много дают знаний. А в Россельхозбанке работает не только выпускник, но и преподаватель учетно-финансового факультета Александр Золотарев. Окончив университет, он так и не смог с ним расстаться. «Приходя сюда, я чувствую родственную душу. Я это ощущаю и среди преподавателей, и в студенческой среде. Поэтому хочется делиться. Выпускников аграрного университета – это, знаете, выпускники с особым таким знаком качества. И выбираю не только я сотрудников, но и мои хорошие знакомые всегда прислушиваются к мнению, в том числе и преподавателей. И выбирают выпускников из аграрного университета, опираясь на мнение профессионалов, которые работают здесь». Это была программа Ставропольского государственного аграрного университета «Студент.АУ». Увидимся на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в аграрный университет.